Я могла поделиться со своей кошкой. Это нормально. Саша, что ты в какую-то секту вступил? Что происходит? Это не просто на самом деле вообще. Да не нужно всего этого. С тобой все так. Привет, красотка! И сегодня я хочу поделиться своим волшебным списком. Его можно так назвать. Это такой список, который я составила для себя, точнее, начала составлять впервые после родов, когда я осознала, что, чтобы отдавать кому-то энергию, ее где-то необходимо черпать. Не то, чтобы я совсем не осознавала это до родов, но как-то после, прям, знаете, стало очевидно. Потому что ты растворяешься практически в другом человеке, как будто забываешь вообще о своем существовании, о том, что ты хочешь, куда ты хочешь. И, в принципе-то, это так и должно быть. То есть первый период, это прям вообще все вокруг малыша. Но главное в этом долго не заигрываться. Это я для себя такой вывод сделала. И все-таки вовремя вспомнить, что ты у себя один, и что наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка. То есть если ты будешь, модное слово, в ресурсе, то и с ребенком все будет ок. И как бы с твоими домочадцами, и со всем-совсем. Но вообще не обязательно тема с материнством. Конечно, это я ушла в свой пример. Я поделюсь с вами 15 вещами, которые меня наполняют и дают мне энергию. Запасайтесь водичкой. Я очень надеюсь, что это видео будет вам полезно. Может быть, вы что-то для себя здесь откроете, что да, я тоже себя узнаю в этом пункте, например. Или, возможно, я вас вдохновлю создать свой уникальный список. И последнее отступление, мы уже перейдем к пунктам. Почему я вообще решила создавать этот список? Я осознала, что если ты не имеешь такой список, если ты осознанно не выделяешь время вот под такие вот восстановительные процедуры, то мозг наш уникальный находит очень быстрые пути. Залепим в телефоне, два часа листать просто тикток, тупить, начать новый сериал. Ну, вы знаете, вот эти вот методы расслабления. Нам кажется, на первый взгляд, что это действительно расслабляет, но нет, в долгосроке это вообще не дает энергии. Не буду говорить про то, что это тратит ваше время, вы могли в этот момент что-то сделать. Не обязательно быть каким-то суперпродуктивным и каждые там 15 минут своего времени что-то читать, изучать. Нет. Кстати, вы поймете, что в этом списке, наоборот, у меня практически нет пунктов получения новой информации, потому что далеко не всегда это про восполнение ресурса. Восполнение ресурса это чаще всего, когда ты, наоборот, освобождаешься от какой-то информации, освобождаешься от чего-то лишнего. Именно поэтому, когда ты смотришь тоже телефон и куча контента за 5 минут, все очень мелькает, завлекает твое внимание, ну, это никак не расслабляет. Интересное такое начало, потому что первый пункт, который я записала, прям вот, я не думая, сразу же начала писать. Это, конечно, время наедине с собой. Но потом я поняла, что остальные мои пункты тоже входят в это понятие. То есть просто время наедине с собой может быть разным. Поэтому я все-таки их выделю как разные абсолютно категории. На первое место я поставила пункт писать дневник, дополнять дневник. Кто как называет. Есть такая практика утренней страницы. Это когда ты с утра после пробуждения высвобождаешь все, что ты хочешь оставить на листке бумаги. Кому-то это классно делать по вечерам. Не обязательно это делать регулярно. Это, знаете, добавляет очень много стресса, когда ты такой, ну все, теперь я каждый день буду писать дневник. Первый день замотивирован, второй день замотивированный. На шестой день ты пропустил. Ты такой думаешь, ну раз уже один раз пропустил, второй раз пропущу. И вот так вот ты в итоге месяц ничего не делаешь, потому что перед собой же самим неудобно, что ты типа начал и не закончил. Опустите все ожидания, вот просто расслабьтесь. Вы делаете это для себя, вы делаете это когда кайфово. Если вы почувствовали надобность освободить свой мозг, пишите. Бумага, она реально лечит, и в этом нет никакой магии. Ты просто-напросто то, что мог сказать кому-то, высказать там психологу, терапевту, может быть, родному человеку, но не можешь ему это сказать, ты это выписываешь. Таким образом ты действительно освобождаешь свой мозг от этих мыслей. Возможно, какие-то решения даже приходят в этот момент. Я, кстати, в школе, лирическое отступление, мое любимое, в принципе. В школе я не знаю вот этих всех практик, их смысла и научного подтвержденного при том, что это действительно работает, что это помогает. Я так делала, и дома приходила, выговаривалась кошке своей. Что-то меня напрягало, что-то меня расстраивало. Я могла поделиться со своей кошкой. Все равно она ничего не поймет, я считала. Потому что мне не хотелось там напрягать кого-то из родных своим проблемам, чтобы потом об этом думали, спрашивали, ну а как сейчас, и как сейчас. Просто хотелось в моменте выговориться. Второе в моем списке это медитация. То, что помогает безотказно. Тратишь ты минуту на эту процедуру, 10 минут, 30 минут, позволяя тебе осознать на секундочку, как много мыслей у тебя постоянно вертится в голове. И каково это, когда ты ловишь мгновение тишины. И как круто, когда ты можешь его распространить на определенное время. Медитация, по сути, должна быть повсюду. Когда моем посуду, мы должны мыть посуду. Мы не должны там прокручивать, как я поступил вчера, что мне завтра. Когда ты выносишь мусор, ты просто выносишь мусор. Чувствуешь свое тело, каждый свой шаг, дуновение ветра, запахи на улице. Это и есть медитация. По сути, ничего-то такого эзотерического. Это просто быть в моменте. Это не просто на самом деле вообще. Потому что наш мозговой поток, он просто такой. Давай еще об этом, давай еще об этом. А здесь у меня незакрытые страхи, а здесь у меня будущее. Здесь что было вчера. Лично для меня это время наедине с собой, это время тишины, оно дает некое заземление. Ты такой просто щупаешь себя, ну, как бы условно щупаешь себя и говоришь, я здесь, я есть у себя. Со мной все хорошо, никаких там видимых угроз, опасностей. Когда ты в моменте, у тебя никогда не будет страхов о будущем и никогда не будет переживания о прошлом. Потому что ты находишься сейчас. Мне легче всего медитировать на дыхании, то есть концентрироваться на своем дыхании. Тогда я хоть как-то могу отбрасывать мысли. То есть не давать мыслям заполонить мой мозг и просто сидеть с закрытыми глазами, когда пройдет там минута или пять. А осознанно уводить свое внимание, свой фокус внимания на дыхание. Тогда у меня получается, даже если какая-то мысль приходит, я не противлюсь ей. Я просто говорю, окей, зафиксировано, она есть, а теперь возвращаемся к дыханию. Я на самом деле очень рада, что эта тема начинает набирать обороты, популярность в последнее время. Что вы, в принципе, адекватно реагируете на эту информацию. Потому что еще три года назад, записав об этом видео, бывала такая реакция. Типа, Саша, что ты в какую-то секту вступил? Что происходит? Зачем ты? Ты что, йог? Много стереотипов с этой темой. И сейчас мне нравится, что крупные компании, типа Гугла, они в своих офисах прописывают фразы о медитации. Специально комнатки выделяют для того, чтобы ты побыл самим собой. Потому что понимают, что это эффективно, что это работает. Человек становится счастливее, продуктивнее, спокойнее. У меня таким островком спокойствия в телефоне является приложение Meditopia. Я о нем вам говорила несколько раз уже в Инстаграме, на Ютубе еще ни разу. Обалденное приложение, которое просто даже своим видом уже тебя успокаивает. Самые разные медитации, музыка, мантры. Кстати, у вас есть классная возможность получить премиум-версию этого приложения бесплатно на 3 дня, скачав его по моей персональной ссылке в описании к этому видео. Премиум-версия дает доступ ко всем функциям приложения, ко всем медитациям. Я очень рекомендую. Третий пункт это энергозатратно немного, потому что это пробежка и нужно еще себя заставить, еще захотеть, нужно выбежать. То есть ты и так можешь быть в подавленном состоянии, но я для себя в какой-то момент прям сформировала такую привычку в голове. Если у тебя какая-то апатия, если что-то не получается, да даже иногда, знаете, я монтирую очень долго по времени и где-то спустя там 3 часа просто сидение, я понимаю, что я кайфую от монтажа, мне это нравится. Но уже начинается какой-то механический процесс, уже мысли что-то начинают проникать. Я просто заставляю себя выбежать на пробежку без аудиокниги, без музыки. Бег очень классно прочищает мозги. Очень часто ловлю от вас вопросы типа, Саша, а как правильно бегать, а ты уверена, что это не вредит здоровью, там же колени, суставы и бла-бла-бла. Я, конечно, не хочу пропагандировать тему бега без подготовки, но что-то мне подсказывает, что от одного круга в парке ничего страшного с вашими коленями не произойдет. Круто, если вы действительно хотите в этом разобраться и дальше действовать. Но чаще всего желание бегать отпадает на вопросе, а мне нужна специальная форма, а мне нужны специальные кроссовки. Да не нужно всего этого. Если вы, конечно, не хотите этим профессионально заниматься и там действительно не бегать десятки километров, если у вас нет противопоказаний по здоровью, я просто концентрируюсь на каждом шаге. То есть каждый раз, когда я... У меня никаких мыслей абсолютно. И в конце пробежки я так люблю жизнь, что я просто думаю, обалдеть, почему я не делаю прям каждый день. И это тоже окей. Не делаю каждый день, значит, пока не надо делать каждый день. Водички, подливаем водички. Еще один пункт, который можно сделать дома, где бы ты не находился на самом деле. Это несколько осан йоги. Включайте видео на ютубе, например, йога чили лавида, мне очень нравится. Там есть для всех абсолютно, для начинающих, для продвинутого уровня на 15 минут, на час. И концентрируешься на своем теле, как оно дышит, как оно себя чувствует при такой позе, при такой позе. Не обязательно абсолютно, что здесь может быть йога, здесь может быть и разминка, и танцы. Кстати, следующий пункт у меня как раз-таки танцы дома под любимую музыку какую-то зажигательную. Вы просто включаете точно так же на ютубе зумба или свои любимые зажигательные песни, и начинаете танцевать, как душа этого хочет. В идеале, когда дома никого нет, чтобы вы вообще могли все вытрясти из себя. Вы знаете, на тренингах, на всяких по саморазвитию, каких-то ретритах, очень часто используют этот метод, как метод для выброса энергии. Чаще всего участники даже закрывают глаза, чтобы не видеть друг друга и быть уверенным, что тебя никто не увидит, и ты можешь делать, что хочешь. И вот включают самую разную музыку, какой-нибудь сначала секси-трек, потом просто биты, потом очень медленно какая-нибудь инструментальная, и ты двигаешься, как хочет твое тело. Просто даешь волю. Как психика влияет на тело, то есть, например, что-то происходит в разговоре, и ты как-то хочешь защититься, так и наоборот. Поэтому все физические и телесные практики, они офигенно влияют на мозг. Следующий пункт, что я для себя заметила, что мне дает энергию, это уборка. И для меня это не тогда, когда я там мою полы или зеркала, а именно расхламление пространства и раскладывание своих вещей по полочкам. Когда у тебя чисто вокруг, у тебя и в сознании как будто чисто, у тебя нет разброса твоего фокуса на кучу-кучу-кучу деталей. Идем дальше. И следующий пункт, это уход за собой. И самое внимание в скобочках у меня здесь, хотя можно было написать не в скобочках, а большими буквами. Не торопясь никуда. Потому что одно дело, когда ты быстренько вот в поте лица что-то на себя наносишь, потому что надо, потому что после сыворотки нужно нанести крем, а перед тоником нужно умыть лицо. И совершенно другое дело, когда ты в моменте на каждом этапе. И мне кажется, если честно, что даже эффективность этих средств повышается, когда ты осознанно намазываешь на себя масло или крем, и прямо кайфуешь от этого процесса, наносишь уходовые средства на тело с благодарностью. И, кстати, в момент благодарности у тебя автоматически не может возникать мысли о том, что тебе не нравится. То есть это как антагонисты. Если ты думаешь о том, что у тебя что-то хорошо, и ты благодарен за это, у тебя в этот же момент не возникнет мысли, что у тебя чего-то нет. Поэтому, да, ты можешь выбирать, например, смотришь на себя в зеркало, и возникает мыслишка, там, а мне бы нос поменьше, там, или губы попухлее, или еще что-то, там, не знаю, у каждого свое, вплоть до... Понимаете, каких вещей может быть? Мне иногда пишут, а вот я комплексую по поводу своего роста. И девочка, там, метр пятьдесят пять. Другая пишет, я комплексую по поводу своего роста, у нее метр семьдесят восемь. То есть все настолько, ты понимаешь, что навязано обществом, это людей заставляет смотреть на себя в зеркало и искать несовершенства какие-то. Достаточно просто одного осознания, что все, что не создается вокруг, да, какая-то информация, которая приходит из социума, она создана для того, чтобы ты что-то, скорее всего, купил, чтобы ты что-то потреблял. То есть в тебя вселяют какие-то комплексы, неуверенность по какому-то поводу, и говорят, но благодаря этому ты можешь это избежать. Конечно, это, грубо говоря, обычно это очень все завуалировано, ты даже не замечаешь этих психологических атак на твое самоощущение, и ты начинаешь быть уверенным в том, что именно эта штука тебе нужна для счастья, именно эта штука тебе нужна, чтобы чувствовать себя полноценным. Нет, ты уже полноценная, и с тобой все так, без условий, без обстоятельств. Следующее, это природа. Это я еще начала замечать во время школы, когда я в каком-то была стрессе или апатии у меня была, меня всегда тянуло на кусочек природы. То есть, условно говоря, мы живем в городе, я понимаю, что я не могу выйти в поле, там, не знаю, или подойти к горам, или подойти к морю, да, посмотреть вдаль. Но у нас у всех всегда есть парки, какие-то зеленые насаждения, просто улица, свежий воздух, любая река, пруд, водоем, это все кусочек природы. Может быть, вы, кстати, тоже замечали за собой такое сейчас? Спросите у себя, потому что очень часто ты даже в психозе куда-то хочешь уйти, не встать в центре города, да, когда люди вот так вот вокруг тебя ходят, там, машины гудят и что-то еще, а почувствовать какое-то уединение. Тело, опять же, подсказывает, если мы слышим его сигналы, конечно, природа гармонизирует как ничто иное. Поэтому я никогда не запрещаю Еве ходить босиком, если она этого хочет, по земле, по всяким там камушкам, по песку. Разумеется, я слежу, чтобы там не было стекла или чего-то суперопасного, но это офигенно, контакт с землей у нас вообще абсолютно потерян. Мы все в асфальтированных городах живем, у нас этого нет, поэтому как только появляется такая возможность, дайте своим ногам волю. Это, кстати, еще и для стоп полезно, массаж, вот это вот все. Отдельным пунктом, представляете, я выделила раннее утро. И здесь даже может быть ничего, ну, то есть, типа, никакая там практика утренняя, ничего. Просто меня безумно заряжает раннее утро. Это момент, когда я проснулась там с 5 до 6.30 утра. Вот, ммм. Когда весь город спит, когда ты чувствуешь вот это вот просыпание всего и в тебе, и в природе, особенно летом, как это легко делать, во-первых, то, что светло, начало чего-то нового. Наверное, меня вот это так вдохновляет. И больше всего, наверное, мне здесь нравится состояние отсутствия спешки. Тебе еще никуда не надо, никто там еще не проснулся. Нет никаких прям срочных задач в 5 утра у тебя, ничего нет. Следующий пункт это открытие этого года фактически, потому что никогда я бы не подумала, что меня будет так наполнять рисование. Не то, чтобы я сейчас это практикую очень часто, но, по крайней мере, я для себя это отметила, что я действительно от этого кайфую. Дело в том, что я сходила на мастер-класс, где нам художница показывала с Денисом процесс и какие-то техники. Мы прям буквально за 2 часа нарисовали такие картины, обалдеть. Но даже не важно, что за картины мы нарисовали, важно то, что в процессе, это я уже после поняла, в процессе у меня не было ни одной мысли, я не думала о предстоящих планах. Была кисточка, был холст и были краски и мое воображение. Мало того, что ты действительно как будто медитируешь в этот момент, да ты еще и какой-то смысл добавляешь в эту картину. Почему тебе именно эти краски захотелось взять? Почему тебе именно захотелось это отобразить? Есть такие-то фигуры, есть даже целое направление психологии, когда по рисунку, по каким-то заметочкам, чертежам определяют склад ума человека, о чем он думает, о его проблемах, о каких-то травмах даже. Вот это как раз один из пунктов, которые, да, были платные, да, время затратные, потому что это целых 2 часа тебе нужно было выделить. Но опять же, как что-то новое. Следующий пункт для меня самой был открытием, точнее, был открытием, что реально меня это наполняет, реально мне дают эту энергию. Пункт под названием «Наводить красоту». Я просто за собой заметила, что я действительно кайфую от процесса нанесения макияжа и выбора образа на день. И я это заметила за собой тоже не так-то давно, когда именно это не какое-то механическое действие. Например, в университет, когда я ходила, у меня практически каждый день был один и тот же макияж. Я знала, что он займет 15 минут, такие-то средства. Когда это средство кончится, я возьму другое средство. Ну, то есть, хоть мне и нравилось, да, то, что я делаю, все равно. А сейчас у меня как будто новый подход. Я не знаю, что я получу в конце, и в процессе я начинаю что-то вот создавать. Это не обязательно долго, это не значит, что я 30 минут сижу. Иногда я, наоборот, вообще могу не краситься. То есть, в течение, там, недели, мне кажется, 4 дня из 7 я вообще без макияжа хожу. Но в те дни, когда я делаю макияж, это всегда очень творческий процесс. Вот сейчас для меня так. И точно так же с образом. Я даже недавно в Инстаграме проводила неделю такой челлендж красоты. И в течение 7 дней под зажигательную музыку я показывала свои образы. Я специально ничего не готовила там заранее. Действительно, я просто в последнее время начала как-то больше кайфа от этого испытывать. Дальше пункты пойдут более серьезные такие. Определить свои цели или переписать их. Согласитесь, довольно неопределенно жить, когда ты не знаешь, к чему ты стремишься, зачем ты делаешь то, что делаешь, что тобою движет и чего ты на самом деле хочешь. Это вообще как бы отдельная тема, конечно, можно об этом говорить хоть сколько. Лично я за собой это точно замечала, когда я знаю, какая у меня предстоящая цель, условно говоря, к чему я стремлюсь, зачем я делаю то, что я делаю. Мне это делать, во-первых, хочется. Во-вторых, намного легче и проще начать с этого дела. Охотнее встать с кровати с утра, если уж на то пошло. И, кстати, не просто так здесь написано или переписать. Потому что часто люди, которые садятся писать цели, они такие думают, то круто, я хотя бы сейчас этим займусь и там себя как-то замотивирую. И не факт, что вы начнете писать свои цели. Потому что, опять же, возвращаемся к какому-то предыдущему пункту про влияние социума. Цели могут быть навязаны хоть кем. Хоть вашей мамой, хоть вашим другом, обществом, блогером, рекламой. И самое, наверное, важное, это прислушаться к себе. Если у тебя отклик внутри, это как-то телом даже выражается. Это, не знаю, мурашки, которые могут пробежать. Покалывание в животе, не знаю. Или вот прям уверенность. Чувствуй, что тебе этого хочется. Лично тебе этого хочется. Неплохо отказываться от прошлых целей. Не надо, типа, к ним идти просто потому, что ты написал в 2018, что к 23 у тебя будет это. Реактуализация, да, это называется. Когда ты понимаешь, нет, это мне больше не интересно. Это как купить книгу. Ты потратил на нее деньги, но на середине понял. Ни пользы, ни интереса не буду дочитывать. Это нормально. Делите ваши цели на два столбика. В первом те, что вас вдохновляют и заряжают. А во втором те, которые вас скорее истощают, опустошают. Вычеркиваем такие цели, не сомневаясь. И еще лучше прислушиваемся к себе. Идем далее. И тут все вы, наверное, узнаете меня в этом пункте. Это планирование. Почему мне нравится планирование? В первую очередь, оно меня успокаивает. Оно делает меня определеннее. Какие-то события оно стандартизирует в моей жизни. Это, в принципе, функция человеческого мозга. Расслабляться, когда тебе понятно, что будет дальше. Вот представьте, вы на приеме у стоматолога. И вы не знаете, что я сейчас с вами буду делать. Вот просто вы пришли, потому что что-то болит. И он начинает что-то делать. Ты не знаешь, а, сколько это продлится, б, что именно сейчас происходит, в, будет ли тебе больно в ближайшие 5 минут, 10 минут, 20 минут. Это столько стресса, это столько зажимов. Поэтому я обожаю, когда врачи тебе говорят. Так, сейчас я вижу это. Мы будем делать это. Конечно, важно также оставаться гибким, да, и уметь подстроиться под ситуацию. Но в то же время четкость и определенность успокаивают и разгружают мозг. Вот недавний пример. Мы приехали из Армении. В самой Армении я вообще как бы жила без плана. То есть, ну, это отдых на то и отдых. И прямо в самолете из Армении в Россию я просто как будто мозговой штурм произвела. Выписала на бумагу. Опять же, да, бумага. Кстати, лично для меня я вот замечала, что как-то на бумаге, когда я пишу, намного качественнее, что ли, это нежели, когда я в телефоне пишу какие-то заметки, планы. Видимо, подключается действительно много связи, каких-то мозговых там точек или что, когда я это все прописываю. Лучше как-то откладывается в голове. В общем, я бы назвала этот список антистресс. Это когда ты понимаешь, что в ближайшее время очень много всяких дел, и нужно это не забыть, это не забыть, и ты просто выписываешь все, что вот идет подряд. У меня там могли быть пункты рядом, записаться на брови и придумать квест Денису. То есть, вообще, вот все, что у меня в ближайшие там две недели планировалось, я написала. И потом уже я открыла свой еженедельник и туда повтыкала вот эти вот все дела, которые нужно успеть сделать. И обратная вообще сторона планирования не только в том, чтобы не потеряться в хаосе жизни, да, потому что многие мне пишут, а мне вообще как бы нечего планировать, у меня ничего такого интересного в жизни не происходит. Так вот как раз таки планирование вам поможет вообще осознать, что вы хотите добавить в свою рутину. Потому что пока вы сами этого не сделаете, оно вряд ли к вам попадет. И начинается это еще, получается, с предыдущего пункта. А что вообще я хочу, что мне интересно? Например, я бы хотел ходить там на растяжку два раза в неделю и выписать, может быть, свои интересы, а потом их уже начать распределять по неделям. Я помню в одной из книг Людмилы Петрановской, по-моему, лайфхаки для работающей мамы, эта книга, она предлагала мамочкам с грудным ребенком буквально, знаете, когда в принципе у тебя дела, они вот как день сурка крутятся по кругу. Постирать, приготовить, носить ребенка на руках, кормить ребенка, спать с ребенком, то есть, короче, все вокруг одного и того же. Она прямо предлагала находить какие-то свои там интересы, что вам хочется добавить в свою еженедельную рутину, чтобы как раз-таки не застревать вот в этом вне сурка. Это может быть хоть какой-то самый вот маленький, я не знаю, там пункт, типа 15 минут в кофейне сама с собой. Ну, 15 минут, конечно, там ваш муж или мама или кто-то поможет, побудет с ребенком в этот момент. Но без вашего планирования преждевременного даже этих 15 минут не будет. Следующий пункт можно назвать такой базовой основой вообще всего. Сразу предупреждаю, это банально, это скучно, потому что это сон и питание. Суть в том, что это такие якори, на которых держится вообще все вышеперечисленное. И при том, что это работает именно в долгосроке. Ничего страшного, если ты сегодня поспишь там 3,5 часа, организм твой вывезет, да, ты сможешь быть продуктивным и там что-то успеть. Но если это происходит на постоянной основе, то никакие медитации, мы все понимаем, не помогут. Ты просто закроешь глаза и уснешь сразу же. Или вопрос питания, например, если постоянно питаться какими-то там перекусами сухими, потреблять много сахара и зависеть от этих скачков в твоей крови, когда то ты продуктивен и хочешь все делать, то у тебя энергия падает просто в минус. Это просто, я бы сказала, фундамент, на котором будет стоять все вообще, что вы можете себе только придумать. Все, что вам может только дать энергию. Без этого, да, это пласт такой здоровья бесполезный. Просто недолгосрочно будут все работать эти пункты. И последним пунктом из всего этого видео, из всей этой темы у меня сейчас стоит как такое логическое заключение выявления твоих энергетических дыр. Мой любимый пример на эту тему, это, знаете, представить, что вот все предыдущие пункты, о которых мы с вами сегодня говорили, это как засеивание вашего поля красивыми цветочками. Вот ты посадил семена, но перед этим ты не убрал сорняки. А сорняки это то, что у тебя высасывает энергию, это какие-то токсичные люди, нелюбимые дела, и ты даже не знаешь, почему ты их делаешь, то есть ты мог бы кому-то делегировать или просто убрать это. Это могут быть споры, вот лично для меня, я, кстати, отдельную колоночку еще веду, это то, что отнимает у меня энергию. Например, для меня споры, это как высасывание энергии просто с уровня 100 до 0. Жара, кстати, для меня тоже. До свидания, моя продуктивность, до свидания вообще желания что-либо делать, поэтому мне никогда не подойдет жить в таком климате, когда норма это плюс там 27-33. Подумайте конкретно для вас, что у вас в жизни высасывает вашу энергию, и постарайтесь, конечно же, что-то с этим сделать. В общем, девочки-красоточки, давайте так, для обратной связи, напишите в комментариях под первым пунктом, что вам дает энергию, ну, то есть не обязательно писать список, если хотите, напишите, но достаточно будет, если вы напишите по одному пункту, что вы точно знаете, что дает вам энергию, и что ее отнимает. Это просто будет как мини-шажочек на пути к познанию себя. Я вас не могу не пригласить в свой инстаграм, там я почаще. Я вас обнимаю, благодарю за просмотр, и, конечно же, улыбайтесь чаще, красотки. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok